Всем привет! Вы на канале CryptoCommons и денек начался сегодня у меня лично с MarginCall. Не знаю, как у вас, мне пришел на почту MarginCall с Binance, но это не страшно, потому что риск 1.3, я его контролирую. И уже все нормально, короче. Вот, дело не в этом, дело в другом, что вроде как мы пролились на каких-то там 10% и все начали орать, аааа, гриня там типа опять, ракета не взлетает. Вы отдаляйтесь почаще, друзья мои, потому что я вам напоминаю, что в целом-то биткоин вырос даже сейчас, где он сейчас, на 23% с локального дна, а в пике на 39% вырастал, на 38%. Поэтому тут вопрос времени. И смотрите, конечно, мы можем сходить еще ниже, можем. Я, кстати, об этом и говорил в своих прошлых видео, если вы помните, что я расставляю ведра, и пока многие там ноют, их ликвидируют, у меня лично наливают мои ведра. Я этому очень даже рад. Если даже мы сделаем вот так, я буду рад, потому что у меня здесь будет стоять еще пара ведерок. Но не факт, что мы так сделаем. Давайте попробуем найти какие-то уровни поддержки и сопротивления. Потенциальные уровни, конечно же. Так, если мы накинем сеточку Fibonacci, что-то я в последнее время часто стал ей пользоваться, то мы увидим 0.38 уровень, вот здесь стояла плита, мы тестировали как поддержку. И сейчас мы провалились ниже, но уже тестируем как сопротивление. Так же, как тестировали 0.23 уровень, вот здесь как сопротивление. То есть, смотрите, тут мы выглядели по быче, тут сейчас выглядим по медвежье, о чем, собственно, сигнализирует и сетка Супергупи, которая сейчас красная. То есть, в варианте дальнейшего снижения мы можем сейчас протестировать этот уровень, ложно кольнуть, отвергнуться и улететь ниже на 0.5 уровень, что соответствует 39 тысячам с половиной примерно. 39 с половиной. Вероятно, на мой взгляд, если мы сейчас упадем, то вот оттуда и будет сильный отскок, так как этот уровень также является сопротивлением вот здесь, ну и в целом. Но, если уж мы зафейлим и полетим еще ниже, то вы, наверное, знаете, что 61.8 по Fibonacci это магический, просто сакральный, мифологический уровень, который очень часто в природе отрабатывают во всем. Не только в криптовалютных графиках, но и во всем, во всем. Это уровень золотого сечения, грубо говоря. Слушайте, это высшая сакральная математика, в природе она проявлена везде, можете погуглить на Википедии. Вот, но суть не в этом. Суть-то в том, что если мы туда упадем, то это будет уровень 37.900, примерно 38к. Как бы есть такой вариант событий, что мы можем сходить вот так. Но дальше возникнет вопрос у многих. Какого черта, если мы так сделаем, и вообще продолжится ли бычий рынок? Отскочим ли мы наверх? Или мы зафейлим все эти попытки и улетим тут за дно? Но смотрите, я неустанно повторяю, ребята, на мой взгляд, мы находимся в бычьем рынке. Те, кто на рынке недавно, этого не видят, потому что они торгуют там внутри дня. Внутри дня-то мы падаем, даже внутри месяца, да, там вот на дневках мы, скажем, падаем. Но если вы посмотрите недельки, то вы поймете, что мы на самом деле в бычьем рынке. И двух недельки тем более. И суть в чем? Я эту всю историю проходил, друзья мои. Бычьи рынки, ну я, по крайней мере, не видел такого, чтобы бычьи рынки заканчивались тем, что все ждут более низких уровней, как сейчас, чтобы закупиться. И пытаются выйти хоть почем. А бычьи рынки, еще раз вам говорю, заканчиваются эйфорией, когда все впрыгивают на хаях и говорят, ну все, биток пойдет только на Луну и никогда больше не упадет. Грубо говоря, что-то похожее у нас, конечно, было вот здесь. Но это еще был не конец цикла, ребят. Это передышка и консолидация называется. То есть у нас вот такие же штуки были и здесь. Но это я уже много раз говорил, слушайте, я не знаю уже, сколько можно повторяться. Короче, я вижу очень много медвежьих комментариев. Это мне сигнализирует о том, что рынок бычий. Когда я буду видеть одни бычьи комментарии, это мне будет сигнализировать о том, что рынок уже бычий заканчивается. Смотрите, мы видим неплохой отскок по многим монетам. Альты к битку вообще все практически зеленые. Я все еще держу свои лонги. Кто мне там писал, докажи делом, держи лонги. Я их и так держу, ребята, и добираю. Когда мы падаем, у меня наливаются в ведра. Единственное, что по золоту я частично разгружаю. Но золото тоже неплохо отросло. Посмотрите-ка, вот наша точка с вами последняя была здесь, если вы со мной заходили после вот этого флета. А предыдущая вот здесь. Поэтому, слушайте, я разгружаю золото. Я на нем сделал больше, чем X2 за неделю на PrimeXBT и на Femex. Поэтому, что, золото, кстати, молодец. Оно хорошо прет против неуверенности в рынках. А по крипте тоже все отлично. Слушайте, я практически уверен, что это было локальное дно. И мы сейчас увидим очень сильный разворот. То есть, у нас просто с вами как бы отскок, коррекция, продолжение роста. То есть, просто мы находимся в консолидации. Немногие это понимают. И это хорошо, ребят. Многие никогда не поймут. В чате, если вы читаете чат и полагаетесь на мнение большинства, то вы по-любому все просрете. Большинство всегда неправо. Друзья, и обращаем ваше внимание на площадку CD-Fi. CD-Fi – это место, где вы можете участвовать в гейминговых IGO. Это как IGO, только IGO, потому что гейминг. Короче говоря, вы можете вкидываться на ранней стадии здесь в проекты GameFi индустрии и зашибать на них крышесноснейшие иксы, как вы уже поняли. Вот, естественно, дисклеймер. Сами понимаете, это все венчурные инвестиции. Где-то проект может дать сотни иксов, а где-то может и соскамиться. Поэтому не надо вкидывать в один проект всю котлету. Собственно, именно для этого и создан CD-Fi. Смотрите. Во-первых, вы можете купить их токены и застейкать их здесь. Купить их можно на PancakeSwap, на Kukone, на Gate.io и скоро, я думаю, на других биржах. Можете их тут застейкать. Ну и дальше можете инвестировать в эти IGO-шки, собственно, и клеймить их. Вот, смотрите, допустим. На всех доступных сетях Binance Smart Chain, Matic, Polygon, Avalanche, Ethereum и Solana почему-то перечеркнуто. Но вот он весь вестинг. То есть, вы как бы, вашу аллокацию, вам размазывают на вестинг, вы можете ее клеймить. Из успешных проектов они запустили Blocktopia, который дал 712 иксов. Cry War, который дал 169 иксов. Good Games, 107 иксов. Ну и так далее и тому подобное. Ссылку на этот проект оставим, естественно, в описании. А также ссылку на русское комьюнити в Телеграме, где вы можете задавать все вопросы и читать на них все ответы. Также здесь, естественно, розыгрыши и гивэвэи запущены, о чем вы увидите в закрепе. Вот, собственно, в Твиттере, у них закрепленный твит, это NFT AirDrop. Более подробно вы можете прочитать здесь, что с этим сделать и как получить. Ну и все ссылки, естественно, в описании, ребята. Ознакомьтесь с проектом. Если вы искали площадку для инвестиций в GameFi сектор на начальном этапе, типа как венчурные инвестиции в GameFi сектор, то вам сюда. Ссылка в описании. cdify.fund А мы продолжаем. А, и про Карла ходит еще хохма, что он якобы торгует на демо-счете на Femex. Видите, у него выскочила здесь надпись справа сверху, типа «пополнить счет». Я хочу развенчать этот миф, это полный бред. Но, во-первых, если вы думаете, что мультимиллионер торгует на демо-счете с пустыми стаканами, ну вы просто параноидальный конспиролог какой-то, я не знаю. Но, во-вторых, я вам объясню, просто на Femex есть как минимум три счета. Это биткоин, эфир и USDT, то есть инверсная маржа и линейная. И, насколько мне известно, Карл торгует в инверсной марже биткоин. Поэтому, когда один из счетов пустой, допустим, USDT, он просто показывает «пополнить счет», вот и все. Поэтому, блин, мне, конечно, смешно от таких вот всяких конспирологических теорий. Ну да ладно. Верховная Рада Украины приняла обновленную версию закона о виртуальных активах. Это американские наши англоговорящие, вернее, будут сказать, друзья в Твиттере уже трактуют как «Ukraine legalize bitcoin». Типа «Украина легализует биткоин». По сути, нифига они не легализуют. Ну как, легализуют, конечно, но будут теперь только жестче все это дело отжимать, стараться законным путем у мирного населения. Но, конечно, новость позитивная. И вообще, хочу вам сказать, ребята, такую вещь, опять же. Вы заметили, как, когда все падало, нам подсовывали новости в стиле крипто-скан, полный запрет крипты, там, в РФ, вот это вот все. В этот момент что делала цена? Падала. То есть, людей психологически заставляют, что сделать? Продать. Продать где? Конечно же, там, где невыгодно, то есть внизу. Если бы мы были наверху, никто бы вам не давал такие новости. Наверху вам бы дали новости, что все позитивно и летим. И смотрите, как только мы выбились, сразу пошли новости о легализе, крипты и так далее. То есть, вот это, конечно, настораживает тем, что, может быть, мы сейчас еще вот так вот сходим. Но нет, я думаю, что все-таки все будет окей. Я о том, что никто вам никогда правду не скажет, и не новости двигают ценой, а цена новостями. И вот, собственно, цена диктовала плохие новости, сейчас цена пошла наверх, диктуют хорошие новости. Опять же, мы здесь в зеленой супергупе на 4 часах. Правда, прямо сейчас она превратилась в серую, на что стоит обратить внимание внутридневным скальперам, что, возможно, все-таки да. Но, знаете, она тут часто превращалась в серую, и ничего такого. Страшного в этом тоже нет. Вот, я просто что хотел сказать, что на предыдущем Бауране тоже вот здесь вот было много фада. Когда, вы поймите, людям не могут дать всем заработать, их надо выкинуть из ракеты. И вот здесь вот было очень много фада. Я подозреваю, что здесь тоже было, просто я тогда еще не был на рынке. Это промежуточные точки перед пиком бывшего рынка, где надо вытряхнуть всех из ракеты. Плохими новостями, запретами, всякой фигней. Вот, я подозреваю, что мы сейчас здесь, и нас ждет еще финальный маниакальный памп, где все просто будут... Экспрессивная фаза пузыря, где все будут просто впрыгивать на всю котлету, алын на кредитные бабки, и вот там-то надо будет и выходить об них. Ну, к сожалению, это так. К сожалению, многие потеряют на этом. Но мы-то с вами понимаем, как на этом зарабатывать. Поэтому, ребят, если вы тоже понимаете, о чем я вам говорю, и хотите этим торговать, то не забудьте, что ссылки на все лучшие биржи у нас в описании. Но тысячу дисклеймеров, друзья мои, торговля, особенно с плечом, это очень опасная хрень. Вы должны понимать, что вы делаете. Поэтому, если вы не понимаете, лучше просто покупайте на рабочих обменниках и кладите на кошельки, и держите их там. Либо торгуйте аккуратно со стопами там на споте, я не знаю, или как вы торгуете. Просто я торгую достаточно агрессивно, я торгую в марджине, с плечом, но не так агрессивно, как многие. То есть, у меня вот плечи там третьи, вторые, и то мне хватает. То есть, я все время забираю прибыль. Если я вижу прибыль, я по чуть-чуть, по чуть-чуть ее забираю. Но об этом есть отдельное видео на канале, и как торговать на Байбите, и на Фемиксе. Вы все это можете глянуть, посмотреть. Дальше к новостям. Том Ли назвал драйвер для роста биткоина до 200 тысяч баксов. Сооснователь аналитической фирмы Фанстретт Том Ли в интервьюсе NBC назвал 200 тысяч целевой отметкой для биткоина и объяснил, что способствует ее достижению. По словам аналитика, совокупный капитал домохозяйств в США превышает 141 триллион. А денежно-кредитная политика ФРС ведет к тому, что в ближайшие десятилетия гарантированно потеряют свои деньги на вложениях в облигации. Так что он ожидает притока спекулятивного капитала в криптовалюту, который может быть огромным. Я, в принципе, тоже этого ожидаю. И более того, я хочу вам напомнить, друзья, что нет там никаких триллионов. Вот эти все триллионы. Кто говорит, что вот, чтобы крипта там стоила, чтобы биток стоил 200 тысяч, его капитализация должна, давайте посчитаем, быть 800 умножить на 5. 4 триллиона. Да, должна. Только вы поймите, что вот эта капитализация, это дутая цифра. Это просто цена последней сделки, умноженная на количество монет. То есть нет там никаких триллионов. Если все начнут продавать, сейчас хотя бы даже 1 миллион из этих биткоинов, они обрушат цену просто в мясо. Не будет там никаких триллионов. Вы понимаете, каждый последующий биткоин будет продан по более низкой цене. Поэтому это все миф. Никаких там триллионов нету. Там, дай бог, есть там 100 миллиардов ликвидных денег. И это же и хорошо, а не плохо, потому что легче пампить цену. Легче пампить цену, особенно альткоинов, у которых капитализация сейчас там меньше миллиарда. Понимаете, о чем я, да? И мы это с вами видим. Видим из истории. Вот. Так что, на мой взгляд, нет причин паниковать. Мы с вами этого ждали. Мы ждали технический отскок, локальную коррекцию. Опять же, золото, серебро показывают очень хорошую динамику, что говорит о том, что, на мой взгляд, биткоин тоже в долгу ее покажет. Поскольку биткоин, конечно, самый лучший сейчас защитный актив. И это и декады. Кто бы что ни говорил, просто посмотрите на график. Вот. Ну, естественно, ребята, естественно, дисклеймер. Вы все решения принимаете сами. Вон, посмотрите. На недельном таймфрейме сетка супергупи становится серой. И, несмотря на то, что зеленая точка. То есть, противоречивые сигналы у нас есть. Поэтому, смотрите сами. Как бы, в долгосроке мы все инвесторы и готовы сидеть терпеть просадки. Да? Но в краткосроке, я смотрю, немногие из вас это готовы делать. Третья. Недельная свеча хайка наша. Это хороший знак в пользу быков. В пользу того, что мы идем переписывать all-time high очень-очень скоро. Фандинг, опять же, нам показывает, что все абсолютно шортят сейчас. Практически. Ну, вот в USDT маржи только на байбите. Гейти и битгейти не шортят. Ну, короче. Меньше людей лонгуют. Поэтому, на самом деле, надо лонговать. Я думаю так. И вот, опять же, мы смотрите. У нас здесь был крупный продавец. Лимитный. Мы до него не дошли. И упали вниз в зону крупного лимитного покупателя. И тоже до него не дойдем, скорее всего. И отскочим вверх, как это бывает змейкой. Так что, друзья, я вам серьезно говорю. То, что мы сейчас отскочим, то это многие понимают. Но вот то, что мы идем all-time high выбивать и гораздо-гораздо выше, это хоть многие ждут, но никто в это не верит. И все будут так удивлены, когда биткоин сделает вот так, что просто, блин. Что просто охренеют. Я уж молчу про Dash и про все остальное. Поэтому, ребята, если вам нравится криптоконтент, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Пишите в комментарии, что вы думаете. С вами был Гринь, от канала Криптокомментс. Все ссылки в описании. Дисклеймер, не финансовый совет. И скоро увидимся. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok